В Пушкинском подходит к своему завершению капитальный ремонт тепловых сетей. Его провели по государственной программе Московской области развития инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами. В этом году в план модернизации вошли три крупных коммунальных объекта. Это строительство теплотрассы в Валантеевке, 960 метров, в достаточно большой, высокой степени готовности. Источник работает сейчас на байпасе, байпас рабочего диаметра, поэтому нет никаких ограничений ни в параметрах, ни в качестве предоставляемого ресурса. Второй объект – это котельная детская, замена бака аккумулятора, эта работа выполнена. И третий – это Софрина, капитальный ремонт котла. На сегодняшний момент работы выполнены на 85%. Все оборудование есть, оно смонтировано. Специалисты отмечают, что модернизация позволит повысить надежность и эффективность работы котельных и теплосетей, что обеспечит жителей Пушкинского бесперебойной подачей тепла и горячей водой в течение холодов. В общем, консолидация усилий всех и ресурсно обжаряющих предприятий, и управляющих компаний, безусловно, приведет к тому, что мы получим четко сформированную перспективу развития ситуации в положительном ключе. Глава округа Максим Красноцветов лично контролирует ход модернизации и регулярно посещает объекты с внеплановыми проверками. Завершить текущие работы планируют в ближайшее время. Антон Гутовец, Сергей Денисов, Александр Корнеев, Мария Головачева и Анна Белова. Новости Большого округа. В шестой раз в округе Пушкинский прошел открытый конкурс декоративно-прикладного творчества «Мир безопасности». В рамках него участники готовят рисунки и поделки на тему правил дорожного движения и противопожарной безопасности. Таким образом, дети приобретают знания безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. Итоги конкурса подвели 24 октября в Центре развития творчества детей и юношества в Пушкино. Работала жюри. В его составе не только сотрудники Центра, но и представители МЧС и госавтоинспекции. Ну, работ достаточно много, представлено очень интересные, попадаются яркие работы. На самом деле, приятно наблюдать, как дети погружаются вообще в проблему пожаров, в проблему пожарной безопасности. Вот здесь комплексный подход должен быть, как написан, нарисован, значит, рисунок. Какая тема в нем отражена, как она раскрыта. Может быть, какие-то заметки, пометки, вот есть стихи, даже дети оставляют. Поэтому достаточно много моментов, которые необходимо, на которые обратить внимание. Конкурсы, они очень важны, они очень нужны, потому что дети должны с малых лет уже начинать понимать, что такое пожар, что это действительно опасно. Поэтому это очень важное и нужное дело. Поэтому проводятся они на регулярной основе. Конкурс состоит из пяти номинаций. Некоторых требовались рисунки, а в других – поделки. Например, можно было увидеть машины из картона или макеты улиц из природных материалов. В каждой номинации пять возрастных категорий и отдельно оценивали работы детей с УВЗ. Участвовали в конкурсе и педагоги. Их задача – подготовить методические материалы, уроки и презентации. Всего в конкурсе приняли участие 230 детей и 22 педагога. Торжественная презентация результатов уникального проекта по созданию динамичной и высокоточной оцифровки музейной коллекции мебели состоялась в музее-заповеднике «Усадьба Муранова». На мероприятии каждый смог познакомиться с новой цифровой экспозицией и узнать о тех возможностях, которые дает цифровизация музея. Хочу пожелать вам продолжать развиваться, не стоять на месте, чтобы все больше и больше жителей нашей необъятной страны хотели приехать сюда, посмотреть, рассказать своим друзьям и знакомым о том, как здесь классно и интересно. Поздравляю всех с открытием этого прекрасного проекта. Желаю всем хорошего настроения и приезжайте к нам по счастью. На интерактивных столах гости смогли увидеть 3D-модели предметов мебели 19 века из родового и менее известных дворянских фамилий, включая семью русского поэта Федора Тючева. Также узнать, как они устроены и из каких материалов состоят. Цифровизация музейных предметов проходит уже порядка 20 лет. Мы планомерно заносим предметы наших коллекций в государственную часть, в государственную фонду Российской Федерации, в музейный каталог. И эта работа у нас в музее практически завершена. Но вот то, что любой человек может познакомиться с тем, как устроен сложный предмет мебели, которых оцифровано 20 единиц, на примере нашей коллекции, это, безусловно, очень большое достижение. Создать музей цифровых двойников помогали студенты из университета имени Сергея Строганова. Мы занимались оцифровкой коллекции, изучением предметов. Мы не просто вошли в проект и согласились на него. В принципе, наша программа включает обмеры обязательно, изучение мебели. Здесь мы прекрасно совместили две эти истории. Наши студенты уже на тот момент были обучены бесконтактному обмеру. Предметы из музея нельзя трогать руками, если они не в реставрации находятся. Мы, естественно, работаем в перчатках инструментами, которыми можно прикасаться. То есть это пластик. Ни в коем случае нельзя руками, металлом. Это все строго соблюдалось. Оцифровка музейных экспонатов важна для сохранения наследия страны. Проект был создан при поддержке президентского фонда культурных инициатив IP-клорум. В рамках оцифровки подготовили динамичные 3D-модели 20 бесценных экспонатов из собрания Муранова. Тот проект, который мы увидели сегодня, цифровые модели предметов мебели, это очень своевременная идея. Потому что многие люди, особенно молодые, они не выпускают гаджетов из рук, и чтобы привить им вкус к подлинности, нужно разговаривать с ними на том языке, на каком они сами говорят. И когда они видят вот эти аккуратно сделанные тач-панели, где все изложено так, как они привыкли, вот это, наверное, есть тот мостик, который перекинет для них музей из 21 века в 19-е. На презентации проектов впервые резиденты Творческого сообщества мира и нового пространства Театра наций, независимая команда режиссеров, актеров и художников эскиза в пространстве представили театральную зарисовку «Белый лес». Алина Рогожина, Владимир Овсяников, Яков Глейзер. Новости Большого округа. Первая бумажная мельница «Иван Грозный. Апостол». Лекция под таким названием состоялась в выставочном зале Центральной библиотеки имени Ивана Горбунова. Ее провел гость из северной столицы, энтузиаст своего дела, мастер по изготовлению бумаги методом ручного отлива, педагог Виктор Мединков. Эксперт считает именно Ивантеевку местом, где на Руси начали производить бумагу. Как показывает моя практика, кому я задаю вопрос, что такое бумага, никто толком в принципе не знает. Ну да, знают, что есть дерево, а откуда она появилась, как это производилось, ну мало людей. И вот такой проект, что надо начинать с России, именно с Московского царства и потом развиваться дальше по областям, потому что у нас на самом деле промышленность была ведущая и при Петре Первом, и в советское время. Мы были всегда на первых позициях. Мединков изучает историю бумаги уже много лет. Закончил Петербургскую лесотехническую академию, работал на профильных производствах, участвовал в реставрации старинных книг механизированным способом. А сегодня преподает накопленный опыт студентам лесотехнического колледжа и продолжает изучать путь развития бумаги в России и мире. На лекции он представил ее редкие образцы из личного архива. Это для меня самый ценный образец. Это одноименный кустарник локта, который растет в Непале. Из него из коры и из глубинного волокна варят, получается, лилозу. И это вот непальская бумага. Потом я еще показываю льняную цивилозу. Лен – это вообще чисто русское, потому что мы всегда были связаны с сольном. Бумагу раньше делали из тряпья, а тряпье это было или льняное, или хлопковое. И вот небеленый лен, когда из растения получают, потом его белят. Свою коллекцию бумаги Виктор Мединков собирал несколько лет. Что-то покупал, а что-то смог сделать самостоятельно с помощью специальных подручных средств, дошедших до нас из древности. Я вот работаю, делаю бумагу методом плавающего сита. Это старинный китайский метод. И с помощью такой формы, сами мы ее делаем, делаются из бумаги. Вот эти образцы, все они сделаны вот этой формой. На лекции поговорили и о первопечатной книге «Апостол», которой в этом году исполняется 460 лет. А в завершении все желающие смогли поставить оттиск в виде китайского иероглифа, обозначающего слово «бумага», забрав с собой карточку в память о встрече. Антон Бутовец, Александр Корнеев и Анна Белова. Новости Большого округа. Творческая команда Ивантеевского музыкально-драматического театра под руководством заслуженного артиста России Артема Бибелюрова стала победителем всероссийского конкурса, организованного Министерством культуры России при поддержке Российского фонда культуры. Выбрали всего 16 лучших проектов по всей стране, и теперь в их числе Ивантеевский театр. В течение полугода мы разрабатывали этот проект, и когда ты побеждаешь, естественно, конечно, очень приятно. И радостно, что в нашем округе он будет реализован. На конкурс был представлен спектакль «Мы люди» по рассказам Чехова. Постановка посвящена 165-летию со дня рождения писателя, а также ставит целью привлечь молодежь в театр через живую сценографию и музыку, что должно заинтересовать зрителей любого возраста. Спектакль разработан по рассказам, по редким рассказам Чехова, которые мало кто знает. И, конечно же, пытаемся сделать так, чтобы привлечь в театр молодежь. Не просто вот почитали они рассказы Чехова, да и не почитали, а пришли, увлеклись, что-то поняли. Это уже третий успешный грантовый проект Бибелюрова, поддержанный Российским фондом культуры. Ранее он ставил спектакли по Достоевскому и Островскому. Теперь новый спектакль «Мы люди» зрители смогут увидеть до конца года в Ивантиевском и Пушкинском театрах. Иван Чинаев, Александр Корнеев, Мария Головачева, Анна Белова. Новости Большого округа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова